Доброе утро, дорогие друзья! Огромное спасибо вам за высказанное сочувствие, за искренние слова соболезнования, за близость наших душ. Большое спасибо за советы по лечению сына, которые вы мне дали в личных сообщениях и в комментариях под этим постом. Спасибо. Но я просто объясню, в чем тут дело. Мне кажется, что все эти советы даны очень искренне, поэтому я хотела бы объяснить, в чем дело. Почему я могу лечить сына только в Кемерово? Дело в следующем. Конечно, я могу лечить сына в деревне, я могу лечить сына в ближайшем городке Анжиросуджонске, но ни там, ни там, конечно, возможностей никаких для обращения за квалифицированной медицинской помощью просто нет. А в Кемерово есть реабилитационный центр. Это частная клиника, еще раз подчеркиваю, по программам МОЭСа она не работает, но мы там уже туда ходим, мы там занимаемся с дефектологом, условия очень хорошие, сыну там очень нравится. И для нас это сейчас единственный вариант. Мне рассказывали, даже и врачи рассказывали о том, что в Питере, конечно, какие-то еще возможности дополнительные для лечения ребенка есть. Но лечение ребенка будет в любом случае очень длинным. То есть это не месяцы даже, это в любом случае год, полтора, два и так далее. Да, у нас в Питере есть квартира, но я сейчас эту квартиру продаю и буду все это дело переносить в Кемерово, чтобы жилье было зимнее, так сказать, такое квартирного типа в Кемерово появилось. Вот, почему я буду это делать? Потому что в Питере мы просто не выживем. Понимаете? Я же просто вдова с четырехлетним малышом. Мой сын в таком состоянии, что ни о каких походах, ни в какие офисы для меня, несмотря на то, что я, хотя тоже в прошлом, конечно, несмотря на то, что я кандидат юридических наук, это все совершенно исключено. То есть никакой работы по найму, ни в каких организациях и так далее быть не может. Ну и к тому же, ну, сами подумайте, ну-ка, кому я нужна в 45 лет, если уж так уж даже там о каких-то работах вести речь. Это все исключено абсолютно полностью. Заниматься юридическими делами каких-то клиентов, которых находить через интернет, это дело очень неблагодарное. Когда-то давным-давно я этим занималась, и тогда еще не такая конкуренция, кстати говоря, была на рынке юридических услуг. Вот, то есть в Питере мы не проживем. Мы в Малиновке создали наше дело, создали наш таежный магазинчик. Фактически мой ребенок очень много, несмотря на свой юный, супер юный возраст, несмотря на то, что моему сыну еще нет 4 лет, он участвовал в создании нашего магазина. Он постоянно ходит со мной собирать травы вместе. Он очень хорошо разбирается. Разбирается в разных видах чая. Он, скажем, большой ценитель чая, яблоневый цвет, кедровые чаи он очень любит. И кое-что мне подсказал своим поведением, своим вкусом, тем, что ему нравилось, и что не нравилось составление этих вот моих сборов. Так что Медвежий угол – это наш с сыном бизнес, наше дело, мы не можем его оставить. И если мы уедем из Сибири, то как же мы будем продолжать? Нам же нужно собирать, заготавливать, составлять сборы летом. Вот, так что единственное, что мы можем сделать, это продать квартиру в Питере, купить квартиру в Кемерово и на зиму перебираться в нашу кемеровскую квартиру будущую и лечиться, лечиться, лечиться. Ходить каждый день на занятия, заниматься со специалистами, проводить виды современного лечения. Ну, хотела сказать несколько слов вот о лечении микротоками, о котором я упомянула. Это воздействие микротоками на биологически активные точки. Воздействие системное по существу это более совершенный вариант игно-рефлексотерапии. Ну, сторонники традиционных форм лечения я скажу, что ничего, совершение игно-рефлексотерапии придумать невозможно, однако, когда вы себе реально представите, что такое серьезная игно-рефлексотерапия для четырехлетнего ребенка, вы поймете, что это почти невозможно. Малыши на месте не лежат, не расслабляются, не будут лежать с иголочками 15-20 минут, как того требует правило игно-рефлексотерапии серьезной. Понимаете? Малыш не сможет носить на теле вживленные иголочки, как это делают мастера этой игно-рефлексотерапии, для того, чтобы воздействие на точку было постоянным. То есть нам нужны специализированные детские способы воздействия. Ну, как бы этот способ, вот этот вот реабилитационный центр, это клиника неврологии, в нем этот способ разработан, способ патентованный, и я, в общем-то, после того, как поговорила с мамами других детей, которых там лечили, я в них поверила, потому что дети, которые не говорили в результате разных самых проблем, после такого лечения говорить начинают. Это мне уже, наверное, 8 или 9 мамочек подтвердили. Это не то, что там отзывы в интернете почитать, а это я с живыми людьми поговорила, встреченными в этой клинике. Вот. Так что он, и, кстати говоря, я пришла туда по рекомендации, так что все-таки я буду в этом учреждении лечить. Вот если хотите посмотреть, вот их ВКонтакте страничка, вот я сейчас дам ссылку на страницу ВКонтакте и на их сайт, как-то, чтобы вы могли посмотреть тоже вместе со мной, может быть, подумать как-то вот об этом, о чем-то. Не знаю, мне очень ценно ваше мнение по этому вопросу. Почему еще ценю мнение своих друзей в соцсетях, на Ютубе и так далее? Потому что у меня нет большой семьи, у меня нет множества родственников, которые посоветуются, серьезно посоветуются. Как бы все решения принимаю лично я. И иногда, знаете, как стоит прислушаться к мнению других людей. Ну, мне нравится очень, поговорочка такая, если тебе 9 человек сказало, что ты пьян, пойди проспись. Вот, то есть я, я считаю, что всегда нужно слушать людей, думать своей головой, но к тому, что говорят люди, нужно прислушаться. Вот, про эту конкретную, эту клинику говорят хорошо. Ну, вот такие вот, такой вот небольшой ответ. И вообще сегодня в воскресный день, я еще несколько постов, кастов, я думаю, запишу по поводу личного. А потом уже к вечеру продолжу, вот, продолжу, продолжу школу травоведения. Сын тут включил запись, запись позапрошлого опубликованного каста. С компьютерами разбирается в то время, пока я записываю. Так что, сегодня, в воскресенье, я еще немножко поговорю о личном, но вечером уже обещаю продолжение школы травоведения. В школе травоведения занятия будем вести серьезно, прерывать не будем. я понимаю, что именно сейчас, летом, эти знания многим, многим полезны. Так что, на здоровье, друзья. Ну, все, пока заканчиваем. Хочу еще кое-что рассказать, вот в следующем касте еще расскажу о личном немножко. Субтитры создавал DimaTorzok